Уганда. Жемчужина Африки. Эта чудесная страна, со всех сторон окруженная сушей, поражает своей невероятной дикой природой. Горные гориллы растят здесь свое потомство. А слоны лакомятся солью со стен пещер. Величественные горы, вулканические кратеры и потрясающее озеро Виктория бросают вызов тем, кто хочет покорить дикую Уганду. Дикая природа Уганды. На юго-востоке Уганды расположена самая знаменитая природная достопримечательность страны – непроходимый лес в Индии. Этот небольшой национальный парк размером в 330 квадратных километров может похвастаться удивительными обитателями. Горные гориллы. Этого взрослого самца зовут мукиза. В лесу Бвинзи обитает около 400 горных горилл. Это половина их мировой численности. Другая половина обитает в горах Верунга, на границе республики Конго и Руанды. Мукиза – вожак группы из десятка горилл. Это шесть взрослых самок, один подросток-самец, две молодые самки и два детеныша. Два месяца назад у Твийки родился детеныш. За малышкой по имени Ньякабара присматривает вся группа. ДНК человека и гориллы имеет 98% общих генов. Очевидно, что любовь матери к ребенку – часть нашего общего наследия. Ньякабара будет зависеть от матери первые шесть лет своей жизни. Твийки и ее детеныш – члены группы Кьегурилу. Изначально в ней состояло 19 особей, но девять из них отделились и во главе с Мукизой покинули территорию. История этой семьи тщательно отслеживается. Ученые из Института общества Макса Планка в Лейпциге изучают ее с 98-го года. Гориллы часто приходят в эту живописную лощину, чтобы перекусить. Сейчас здесь завтракает другая группа горилл – битукура. За этими гориллами также наблюдают лейпцигские ученые. Группу битукура возглавляет крупный доминантный самец Мугиша. За день доминантные самцы съедают более 30 килограммов растительности, а самки – более 18. Гориллы едят около 6 часов в день. Жизнь течет мирно. Конфликты между группами горилл случаются редко, несмотря на то, что территории их обитания могут пересекаться. Мугиша-добряк, он часами играет с молодняком из своей группы. Гориллы могут долго отдыхать и нежиться, но сначала нужно удовлетворить свое любопытство. В группе битукура 13 гигр. горел. Этого молодого самца зовут Нигуру, ему два года. Доминантному самцу Мугиши скорее всего около 18. Рукуму старейшая на этой группе. Ему чуть больше 30 лет. Скорее всего в прошлом он был выжаком группы. Сегодня он ведет спокойную, незаметную жизнь. Молодая самка забралась на выжака. Мугиша учит малышку бить себя в грудь. Она способная ученица, хотя в грудь себя обычно бьют самцы. Образу жизни горных горилл можно позавидовать. Продолжительный дневной сон, обильная еда и снова сон. Больше они практически ничем не занимаются. Однако еду разные группы горилл ищут по-разному. гориллы парка Бвинди в поисках пищи забираются на деревья. Вся группа может скарабкаться на высоту 30 метров, чтобы полакомиться спелыми фруктами с верхушки дерева. Чтобы добраться до самых отдаленных плодов, выжаку приходится ломать ветки. Несмотря на свою неповоротливость, молодые гориллы тоже забираются наверх и пробуют фрукты прямо с ветки. Лазать по деревьям рискованное дело, но результат того стоит. Фрукты гораздо более питательны по сравнению с обычным рационом горилл – листьями. было время, когда гориллам грозила куда большая опасность, нежели ломки и ветки деревьев. В 80-х браконьерство привело к почти полному исчезновению этих приматов. Их спасли такие заповедники, как Бвинди. И сегодня численность горилл растет. Уганду несложно заметить из космоса. Она расположена между озером Виктория на юго-востоке и горами рифтовой долины на западе. У подножия гор раскинулся национальный парк королевы Елизаветы. Здесь можно найти озера, реки, леса и равнины. Река Ишаша – естественная граница между Угандой и Демократической Республикой Конго. Старые самцы слонов иногда собираются в лесах и саваннах вдоль реки Ишаши. Некоторым из них уже по 40-50 лет. Эти старцы когда-то предпочитали уединение, но теперь проводят время вместе. Но они не одни в этом отдаленном уголке парка. Здесь обитают такие неуловимые животные, как большая лесная свинья. Большие лесные свиньи – самые крупные свиньи в мире. Их вес составляет более 230 килограммов. Они избегают солнца и предпочитают влажность. Поэтому леса национального парка королевы Елизаветы для них – идеальный дом. Экватор находится всего в нескольких километрах. Благодаря частым тропическим дождям здесь масса густой зелени, которой питаются тысячи животных. Музыка. КОНЕЦ. На лугах парка обитают огромные стада буйволов. Из-за полуденной жары они собрались у водоема. Но еще больше здесь уганских кобов. Самки и молодняк бороздят равнины большими стадами. Самцы обычно ведут уединенную жизнь. Но только не во время брачного периода. Каждый самец защищает небольшой участок травяных угодий, пытаясь произвести впечатление и привлечь самок. Процесс напоминает замысловатый танец с постановочными драками и замысловатыми па. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Брачные игры обязательно приводят к спариванию. Не в этот раз, так в какой-нибудь другой. В парке обитают десятки тысяч уганских кобов. Сейчас здесь много малышей, которые делают свои первые неуверенные шаги. Наивный молодняк – потенциальные жертвы целой армии беспощадных хищников. Беднистые гиены в основном охотятся ночью. В предрассветных сумерках они завершают свою трапезу. Африканские грифы первыми прилетают на место убийства. От жертвы осталось совсем немного. Гиены съедают все, даже кости добычи. Антилопы держатся в стороне и наблюдают. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Этот самец стал жертвой гиены-одиночки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Скоро к ней присоединяются африканские грифы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Они держатся подальше от мощных челюстей гиены. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Африканские грифы умеют ждать. Они знают, что рано или поздно гиена насытится. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Гиена пытается спрятать остатки добычи в кустах. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Грифы просто ждут. В конце концов гиена сдастся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Гиене надоело. Из этой битвы интересов грифы вышли победителями. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Уганские кобы спокойно нежатся на полуденном солнце. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Этот усталый самец решил вздремнуть на канделябровом молочая. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это огромное дерево относится к семейству молочайных. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Его млечный сок ядовит. Но, кажется, льва и львицу это не волнует. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА С дерева отлично видны стада антилоп. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Они нервничают, словно чувствуют, что за ними наблюдают. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сумерки. Пришло время львиной охоты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Жизнь хищников не так проста, как кажется. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Самец антилопы ускользнул, но не уходит далеко. Он дразнит львицу и красуется, демонстрируя свою силу. Он словно говорит, даже не пытайся меня поймать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слоны национального парка королевы Елизаветы ищут еду в деревьях и кустах. По вине браконьеров слоны были на грани исчезновения. Но в последние 20 лет их численность растет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вожак стада – доминантная слониха. Ей помогают другие самки. Все члены стада заботятся о молодняке. Все, кроме молодых самцов. Заботам они предпочитают игры. Все начинается в раннем возрасте. Слоны растут, и их игры становятся все серьезнее. Это уже не детские забавы. Самцы решают, кто главный. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Неподалеку обитают не менее социальные животные. Но они совсем не такие крупные и живут в норах. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Полосатые мангусты. За день они успевают побывать в десятках нор. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА День начинается с совместного умывания. Это занятие помогает поддерживать гигиену и сплотить группу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ученые уже 20 лет изучают групповое поведение полосатых мангустов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА После умывания зверьки отправляются на поиски пищи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Неподалеку варан тоже не против перекусить. Эти крупные ящерицы иногда проникают в норы мангустов и поедают их детенышей. Но взрослых особей вараны побаиваются. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мангусты в основном питаются жуками, многоножками и другими членистоногими. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Летающие муравьи – особое лакомство, которое доступно лишь в сезон дождей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Недавно ученые заметили необычное поведение. Полосатые мангусты подружились с бородавочниками, которые обитают в парке королевы Елизаветы. Бородавочники терпеливо ждут, пока мангусты выберут из их шерсти паразитов и съедят их. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Подобное поведение нередко встречается в природе. Но чтобы так себя вели два вида млекопитающих, причем не приматов, это что-то новенькое. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Белогорлая мартышка почесывается в древних лесах горы Элган. На склонах неподалеку видны следы слонов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Гора Элган – старейший потухший вулкан Восточной Африки. Ему по крайней мере 24 миллиона лет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На стене заметны отметины. Глубокие царапины в некоторых местах тянутся до самого свода. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Если пройти глубже, можно увидеть пугающую картину – череп слона. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как этот слон здесь оказался? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вечером самки и молодняк пробираются через густые заросли. Они осторожны, ведь им уже доводилось встречаться с браконьерами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Когда окончательно темнеет, слоны продолжают свой путь. Теперь, чтобы их заметить, нужны инфракрасные камеры. В лесу, недалеко от входа в пещеру, слышен топот приближающихся слонов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вскоре становится понятно, что к пещере пришла группа из дюжины особей. Один за другим они заходят внутрь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все слоны здесь самки. Некоторые из них беременны, другие привели с собой детенышей. Первая слониха начинает скоблить потолок бивнями. Мы имеем возможность наблюдать за ними только благодаря инфракрасной камере. Эта молодая слониха ориентируется в полной темноте с помощью хобота. Слоны соскабливают соленую почву со стен пещеры и собирают богатое минералами лакомство себе в рот. Ученые подробно изучили питательную ценность пещерных стен и выяснили, что ее минералы необходимы для слонов. Соль – неотъемлемая часть их рациона. Животные собирают с каменных стен всю соль до последней крупицы. Слоны приходят в пещеры уже много веков. Возможно, даже несколько тысяч лет. Постепенно они проходят все глубже и глубже внутри горы и таким образом расширяют пещеры. В час ночи, словно по сигналу, слонихи прекращают работу и одна за другой выходят из пещеры. Дорога до пещеры и способ соскабливания соли со стен – информация, которая передается из поколения в поколение. Уникальная традиция существует только здесь, на горе Элгон. Виктория – крупнейшее озеро Африки, расположено между горой Элгон и горным массивом Рувензори на западе. Почти половина озера находится на территории Уганды. В полнолуние миллиарды комаров-звонцов образуют колонны над озером. В сезон дождей личинки развиваются под водой. На закате комары вылупляются, поднимаются в воздух и вьются огромными тучами. Самцы, словно в танце, двигаются вверх и вниз и жужжат, стараясь привлечь самок. Озеро Виктория приобрело известность в XIX веке, когда было обнаружено, что оно является истоком Нила. На северо-западе озера бурным необузданным потоком начинается Белый Нил. Несмотря на строительство электростанций и плотин, река остается мощной силой. Воды Нила текут по равнинам, бурлят на порогах и с рёвом обрушиваются водопадом Кабарега. На самом деле здесь два водопада – Ухуру и Кабарега. Национальный парк Мерчисон-Фоллс – крупнейший заповедник в Уганде. Здесь обитает одна из самых многочисленных популяций крокодилов в Восточной Африке. Самки выползают на песчаный берег, чтобы погреться на солнце. Но им нельзя терять бдительности. Неподалёку орудует вор. Варан присмотрел кладку крокодила, зарытую в песке. Откопать яйца не так-то просто. Варана могут поймать в любую секунду. Однако у него есть преимущество. На суше варан гораздо быстрее и проворнее тяжёлого крокодила. Варан словно напрашивается на неприятности, орудуя прямо под носом у самки. Варан нашёл тенистое место и теперь выжидает. Спустя время жаркое солнце вынудит крокодила вернуться в воду, и игра продолжится. В парке обитает несколько тысяч бегемотов. Их вес может достигать трёх тонн. Эти здоровяки агрессивно защищают своё потомство от любой возможной угрозы. В середине прошлого века в Африке обитали миллионы бегемотов. Сегодня над их популяцией нависла угроза, поэтому Мерчисон-Фоллс – крайне важный заповедник. Бегемотов явно не устраивает соседство других толстокожих, и они отправляются на поиски местечка потише. Берега Нила привлекают тысячи разнообразных птиц. Множество африканских водорезов прилетают сюда, чтобы полакомиться мелкой рыбой. Мерчисон-Фоллс – крайне важный заповедник. Мерчисон-Фоллс – крайне важный заповедник. Нижняя часть клюва у этих птиц значительно длиннее, чем верхняя. Напоминающий ложку клюв идеально подходит для захвата пищи. Недалеко от берегов Нила находится национальный парк Кибале – большая зона нетронутого тропического леса. Познакомьтесь с самыми известными обитателями Кибали – шимпанзе. Эти приматы живут в части парка под названием Нгого. 200 особей входят в самую крупную группу шимпанзе, известную человеку. За 25 лет наблюдений ученые узнали многое об обитателях Нгого. Гигантские фиговые деревья – одно из богатств этой части парка. Возможно, именно благодаря плодам этого вида – фикус мукуза – в Нгого так много здоровых шимпанзе. Шимпанзе предпочитают проводить время на высоких фиговых деревьях, где они иногда спариваются и спят. В отличие от других частей парка, в Нгого круглый год есть фрукты и орехи. Обилие пищи объясняет уникальный размер этой группы. Биологи установили, что шимпанзе Нгого обладают отличным здоровьем. Средний возраст особей здесь – 33 года, тогда как в соседних группах всего 20 лет. их потомство процветает за счет других. Эта группа расширяет свою территорию агрессивными способами, зачастую прогоняя соседей с плодовых деревьев. В период овуляции у самок опухает кожа в анальной области. Во время течки самки спариваются с несколькими самцами из группы. Ученые установили, что в Нгого спаривание не всегда зависит от статуса самца в группе. Иногда достаточно оказаться в нужное время в нужном месте. Как правило, шимпанзе сооружают подобные гнезда, которых спят ночью. Постройки также могут пригодиться для послеобеденного отдыха. Шимпанзе чистят друг другу шерсть, что укрепляет отношения внутри группы. Так ученые могут понять, какие особи дружат. Шимпанзе проводят значительную часть жизни на деревьях, но иногда спускаются на землю. Группа самцов отдыхает на земле. Подобные группы часто держатся вместе много лет, иногда даже всю жизнь. Самки в Нгого также образуют коллективы. Группы складываются для охоты и для того, чтобы помочь друг другу подняться на более высокую ступень иерархии. Крупного самца слева зовут Браунфейс. Четыре года назад он усыновил осиротевшего детеныша и вырастил его один. За это время малыш окреп и вырос. Браунфейс оказался отличным родителем. Сейчас появляются признаки того, что крупнейшее сообщество шимпанзе скоро распадется на несколько групп. Ученые считают этих самцов лидерами сепаратистов. Возможно, в Кебале скоро разразится борьба за власть, но Уганда останется убежищем для шимпанзе и для удивительной африканской дикой природы во всем ее разнообразии. Субтитры создавал DimaTorzok